наконец-то стильный ливень пошел очень сильный дождь просто проливной проливной можете посмотреть но какие капли смотрите как по крыше ошпет я не знаю на двойку поставлю увидите за два месяца первый раз такой дождь был дождь но такой мелкий а это прям ливень это прям ливень дерева же ложь вот эти пыль пыль пух все смоет и будет прекрасно всем привет всем приятного аппетита у меня мукванг покажу вам что у меня на столе чуть не упали бы чуть бы не гробнулись такой штатив вот это купила немецкий штатив он такой неудобный так тут у меня картофельная пюрешка вкусняшка окорочок запеченный в духовке и как вы пишете тассик салата тассик салата помидор и огурец ароматное масло растительное неочищенное и помидор огурец и лук помидор огурец лук и масло соль и перец а кстати я не посолила сейчас подсолю одну минутку все посолила поперчила сейчас хорошо промешаем вкусно вкусненько сейчас вас подниму бум головной видно и не знаю что такое ракурс и баночка пивка стакан тоже положила покал положила в морозилку чтобы он немного охладился профессиональное наливание пива давайте с вами чокнулись ой холодное пиво то что надо то что доктор прописал так говорится ой прошла комментарии сейчас это уже что пишут у меня такое ощущение вот что ежели вы себя немцами называете у вас ависть у вас злоба и у вас рады что у людей такое случилось и что люди оказались как вы пишете беженцами хотя мы тут не беженцы мы тут под временной защитой находимся но у нас параграф не беженцев вы приезжали в 90 и вы были беженцами а мы не беженцы хотя я не знаю какие у вас параграфы пыли но я знаю есть параграф бешенства и есть параграф бешенства и есть параграф временной защиты ну исходит из вас такая совесть вот именно совесть тому что мы хорошо жили я в своей жизни никогда не ныкалась по арендованным квартирам если бы вот эта вся вот ханалия которая случилась не случилась бы я бы и по сей день по арендованным халупам не ныкалась бы я жила бы в своей квартире я никогда ни в одном видео не говорила что я в украине была богатая я была обычно на обычной работе работала но я жила в достатке я никогда последний кусок хлеба не доедала и живя в своей квартире имея кондиционер имея все удобства для комфортной жизни боже как вот это вкусно простая вкусная еда немецкая кухня никогда в жизни все вот в немецкой кухне все это очень жирная и очень невкусная вот сколько я пробовала мне ничего из немецкой кухни кроме штруделя не понравилось наша славянская кавказская кухня сто раз вкуснее любых кухонь Европы вот такой обед очень хорошо пивком салатик пивком прелесть не знаю что у меня пол головой видно камера не близко стоит камера на расстоянии как же это вкусно вот еда приготовлена мной это королевская вкусная еда я вообще я умничка я вкусно готовлю вообще я у меня за год того что я веду youtube канал столько завистников появилась я в шутке мне даже те хорошие зрители которые с самого истока канала со мной находятся они мне в личной переписке пишут твои комментарии когда читаешь на твоем канале у тебя одна зависть у людей к тебе одна зависть идет а не шо про этикет что-то пишут вы от зависти исправляетесь от своей вот этой гнусной зависти я ем как ем я не собираюсь играть кому-то что-то под кого-то подстраиваться я такая какая есть вы меня 31 год не снимите можно без этикета оставаться человеком можно там допустим некрасиво кушать или еще что-то но надо прежде всего оставаться человеком а можно все правила этикета соблюдать все красиво и быть таким гнилым человеком вот эту шкуру обожаю напишите в комментариях почему не продается отдельно куриная шкурка я бы ее килограммами брала как же это вкусно как же это вкусно вот это масло я на распаковке как-то вам показывала ароматное не очищенное потрясающе если бы не наши отечественные продукты тут если бы они не продавались тут реально голодомор был бы как это вкусно я не знаю я вам не передам наверно словами я могу себе позволить пальцы оплесать пальцы мои пальцы чистые я себе позволить могу не надо писать в комментариях какая зависть если бы у вас зависти не было вы бы не смотрели и хуйню не писали рассмотрите и хуйню пишите это только от зависти да что это вы Но вкусно, вкусно нереально. Так жарко, у нас гром гремит. В Берлине краса. Конечно, если вы тут в Германии прошили всю свою жизнь, конечно, у вас вкуса, вы не знаете вкуса настоящей еды. Для вас и хлеб это в текоринку, а я приехала с аграрной страны, у нас хлеб валом. Еще и вас кормим. Вот самая трудолюбивая нация. Вообще люди трудолюбивые, это наши славяне. Везде работают только наши славяне. Мне рассказывали, как немцы работают. У меня такие работники, что... Я говорю, для кого-то это выгодно, чтобы это все продолжалось, потому что наши люди выезжают. Соответственно, и тормовая рабочая сила. Да я каждый день, я Богу говорю спасибо, что я не пошла на немецкого какого-то тятю или какую-то тетю работать. Каждый день говорю Богу за это спасибо, что я работаю независимая именно от Германии. Ни в каком, ни в финансовом плане, ни в каком плане. Это огромный плюс. Потому что если бы я совесимая была, это бы ужас был. Ох, я напорвалась, честное слово. Это настолько сытно, настолько вкусно. Явно под этим видео не отопады опять набегут завистники. Пока я ела, все вспотело. Фух, все, не могу уж и наелась. Всем желаю адекватного настроения, хорошего. Будьте людьми, не забывайте, что вы люди, а не какие-то там пришельцы. Оставайтесь людьми. Обязательно, если вы хороший человек, ставьте лайк. Все, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok